Недавно в Москве стартовали съемки нового универа. На экранах предстанут полюбившиеся зрителям герои, Майкл, Вика Полякова и многие другие. Однако среди них не будет Настаси Самбурской, и она объяснила, почему. Так, уже известно, что к работе в сериале приступили Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кищан, Александр Мартынов и Екатерина Малаховская. Неожиданной новостью стало возвращение Виталия Гагунского, прославившегося ролью Кузи. В продолжении культового проекта мы увидим любимых персонажей, а также возвращение легендарного Кузи в исполнении Виталия Гагунского, отмечала пресс-служба ТНТ. Но о появлении в проекте красотки Кристины ничего не говорилось. О том, что ее героини не будет в универе, рассказала сама Настаси. Друзья, много вопросов относительно моего дальнейшего участия в проекте «Универ». Все банально. Не смогли договориться о ставке, констатировала факт она. Так, актриса посчитала, что ее гонорар должен кратно увеличиться, так как суммы за прошлые периоды ее теперь не устраивают. По моему мнению, спустя три года после выхода заключительного сезона, ставка должна вырасти, но у продюсеров мнение с моим не совпало, высказалась звезда. А ведь еще в 2020 году Самбурская с радостью объявляла о старте съемок в продолжении сериала. Молчать больше невозможно. Стартовали съемки «Универ» 10 лет спустя. До встречи, любимые, радовалась она. Ничего не расскажу, ждите. Обещаю, сюжет захватывающий. За четыре года до этого брюнетка со скандалом покидала телешоу. Тогда коллеги-звезды жаловались на ее недисциплинированность и некорректное поведение. С ней отказались продлевать контракт из-за накопившихся на протяжении некоторого времени претензий. По слухам, из-за Настаси даже прерывался съемочный процесс. Характер артистки обсуждался бесчисленное количество раз в публичном пространстве. Так, например, она успела повздорить с Еленой Летучей, которую заменила в шоу «Ревизора». Узнав о критике блондинки своей работы, Настаси не стала отмалчиваться. «Одна моя знакомая телеведущая была изгнана со своего места из-за мерзкого характера». Она рассказывала всем, что продюсировала шоу, хотя на самом деле ничего подобного не было. Она была обыкновенной телеведущей. Проект был собран командой, а ее пригласили на должность ведущей в командной работе. Но в какой-то момент этой женщине сорвало башню и она решила, что все шоу держится на ее личных качествах, хотя повторюсь, это командная работа, выпалила она. Редактор субтитров А.Семкин